Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник... По сути вашего вопроса первое... Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко... Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. Как всегда, с нами на прямой связи председатель правления Товарищества Центра консультаций собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Ну и писать нам нужно, можно и можно на WhatsApp. Ваши вопросы задавайте на номер 230-6191. 230-6191. Ну и давайте, может быть, начнем с новостей. То есть я посмотрел тут новостные ленты, что какие сюрпризы, в общем-то, нас ожидают в ближайшем будущем. Сады Ластиклс заявляют, что существенно, ключевое слово даже, существенно повышают тарифы на 75% на передачу электроэнергии. Ну вот в статье сообщается, что для домохозяйства, которое вот потребляет до 100 кВт в час мощностью, это означает дополнительно до 100 кВт в месяц. Это повышение тарифа составит где-то 6-8 евро. Ну вот не знаю, можно ли как-то это прокомментировать, рост цен, куда дальше, что делать. Цены растут. Ничего ты не сделаешь, цены растут. Все пользуются моментом, повышают цены. Только-только начались какие-то там мелкие подвижки по обязательной компоненте, теперь возрастает стоимость передачи электроэнергии. Я не знаю, кто тут что может сделать. Тут никто этим вопросом в государстве не занимается. На уровне частных рассуждений это решить невозможно. Это должна быть какая-то политика. Ну и еще вот одна сразу вот тоже новость, которая показывает в принципе вот глубину проблемы. Избавляются латвийцы, избавляются от квартир. Очень резко падают в стоимости из-за того, что очень много квартир появилось на рынке. Вот в преддверии зимы латвийцы избавляются от больших квартир. Ну вот, может быть, у кого-то, если есть несколько квартир, становится невыгодно их содержать. Может быть, кто-то пытается большие квартиры продать и приобрести маленькие квартиры. Вот это вот тоже, если можно, несколько хотя бы слов. Ну, скорее всего, это спекулятивные вещи, потому что, скорее всего, избавляются от квартир, которые были в свой момент приобретены как качественные инвестиции. То есть для сдачи в аренду или, я не знаю, как способ сохранения денег и так далее, в данный момент, конечно, коммунальные платежи будут возрастать и будут еще возрастать. И нас ожидает в коммунальных платежах значительный прирост стоимости обслуживания жилья в связи с введением новой минимальной зарплаты. И я думаю, что многим, кто просто держал квартиру либо про запас, либо в качестве инвестиций, тут надо еще смотреть на то, какая ситуация на рынке аренды жилья. Если там спрос падает, то, естественно, это тоже будет влиять на жилой фонд. Но нехорошие времена наступают. Да, вот потому что с арендой жилья действительно, может быть, те, кто приобретал, скажем, квартиры с целью их сдачи затем в аренду, но, в принципе, сейчас тоже испытывают сложности, потому что, ну, представим себе, если вдруг квартира пустует, ну, по какой-то причине вот не нашлось на нее спроса, она ведь приносит сразу же очень значительный и внушительный убыток. То есть это и коммунальные все платежи, и за отопление, и даже если там никто не живет, не включается свет, не льется вода, но все равно за отопление нужно платить. У нас между теми есть звонок, 67212-93-9, здравствуйте. Доброе утро. Вопрос господина Сидорко, вы все знающие. Вот этот несчастный мусор и как бы и бессовестные, невоспитанные люди. Вот наши контейнеры, они стоят, конечно, в очень неудачном месте и не можем найти более удачного. Есть контейнеры, ну, для бытовых отходов, это понятно. Есть там, есть контейнеры опять для стекла. Ну, он был закрыт на замке, но бомжи, как всегда, открыли там чего-то, искали. И сейчас там наши нерадивые соседи, и даже и близкие, и дальние, он им самый удобный. Они как бы быстрее, ну, набросали там мешки бытового мусора в этот контейнер. Мусорщики, они, ну, как бы не вывозят, не знаю, они, ну, что они вот, как или будут вывозить, как они будут считать, если как бытовой мусор, естественно, не стекло, или они вообще не будут вывозить, нас оштрафуют. И как нам быть, кто должен там, может, выгрузить, перегрузить, кто это должен делать, потому что, ну, никто ничего. Ну, вот, спасибо. Ну, проблемы две вы обозначили. Первое – это то, что вашим контейнером могут воспользоваться чужие люди. Мы это неоднократно обсуждали, что против природы ничего ты сделать не можешь, если тебе и в данном случае людей заставить ходить длинными путями тоже мы не можем. Здесь решение только одно – должны быть контейнеры установлены, централизованно и для всех. И плата, да, система оплаты должна быть изменена. Тогда эта проблема вещается. Второе – да, есть проблема в том, что люди зачастую, по непонятным даже, я скажу, причинам, начинают швырять мусор во всех подряд контейнеров. И в этом случае создается проблема с тем, что… Ну, я не знаю конкретных условий между вашим поставщиком услуги по вывозу мусора и вами. У нас, допустим, если контейнер заполнен не тем, чем положено, то они вывозят, но берут, как правило, плату как за вывоз бытового мусора. Причем там плата идет так. Сначала приезжает машина, которая приезжает за сортировкой, она уезжает пустая, за подъезд мы платим 9 евро плюс налоги за то, что она подъехала и убедилась, что там неквалифицированный мусор. Потом приезжает машина, которая забирает уже как бытовой мусор, и мы платим уже как за полноценный контейнер с бытовым мусором. Как в вашем случае, это надо смотреть в договор, как это предусмотрено. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефон. У нас, между тем, вот с прошлой программы остался один вопрос, недоотвеченный, недоозвученный. Значит, вопрос к господину Сидорко. Где и как можно узнать о планируемом аукционе квартиры в многоэтажном доме, в который умер владелец и у которого нет родственников? Ну, у нас в прошлый раз была вот эта тема, что остаются иногда такие выморочные квартиры, которые переходят в собственность государству. А вот каким образом можно узнать про этот аукцион и в нем поучаствовать, например? Честно, так сходу не отвечу. Но это судебный исполнитель выставляет на аукцион судебный исполнитель. Надо смотреть, наверное, на сайте Министерства юстиции, как эта процедура проходит. Я сейчас не отвечу, как можно узнать о таком аукционе. Они обычно аукционы, когда такие назначаются, они публичные, о них сообщаются, не сообщают или судебный исполнитель. Я вот в процедуре никогда не участвовал, поэтому не отвечу. Но начинать надо с сайта Министерства юстиции. Там посмотреть раздел судебных исполнителей, посмотреть, как это происходит, где объявления судебных исполнителей находятся. Номер WhatsApp 23006191. Можно оставлять ваши вопросы, задавать их в письменном виде или звонить на номер 67-212-93-9. Вот еще одна тема, с которой сейчас тоже обсуждается очень активно. На Манабалс ЛВ появилась инициатива о том, чтобы запретить курение в квартирах. То есть вообще курильщиков выгонять на улицу на мороз, как говорится, обосновывается это тем, что пассивное курение тоже очень опасно вредит здоровью людям, которым в квартиру идет дым от сигарет, а курильщики могут курить в окно, то есть тем самым выше или ниже окном попадает дым. возле вытяжек, через которые тоже этот дым распространяется по всему дому. И, ну вот, есть свои плюсы, свои минусы. Кто-то говорит о том, что если запретят, это запретят законодательно, то это может вызвать конфликты, потому что многие люди уже привыкли, ну, многие считают квартиру своей собственностью. Хотя, в принципе, вот как здесь разобраться? То есть, с одной стороны, квартира у человека в его собственности, как ему можно запретить курить в своей квартире? Я бы, понимаете, я бы начал с другого. Издать можно любой закон. Ну, любой. Можно запретить дышать. Вот в определенном месте нельзя дышать. Все, что угодно можно запрещать. У меня вопрос, а как будет реализовываться этот закон? Кто будет контролировать? Кто будет устанавливать факт того, что положение этого закона нарушено? Каким образом это будет устанавливаться? Курение, как ни крути, это процесс кратковременный. Курил и нет. Не знаю. Я никак не хочу комментировать. Мало ли чего можно запрещать. На самом деле, пассивное укувение будет подвержено в первую очередь члены семьи. И там это вопрос внутрисемейный. Это раз. Второе. Если запахи, либо вещества с воздухом проникают в другую квартиру, это явный сигнал того, что с системой вентиляции что-то не так. Не должно в тех серийных домах, в которых в советской постройке, там были приняты меры для того, чтобы исключить возможность попадания воздуха, допустим, или запахов с одной кухни на другую. Если это не происходит, значит, и произошли какое-то вмешательство, явные нарушения в условиях эксплуатации вентиляционной системы. А дальше, ну, курить вообще плохо. А дальше мне трудно прокомментировать. Ну, давайте запретим. Ну, там просто на Монобал СЛВ, я понимаю, эта инициатива появилась, ну, не вчера, а еще даже, я понимаю, где-то в середине лета. И речь шла именно о том, что летом, когда все окна открыты, вот стоит покурить одному соседу в окошко, то дым сразу же все равно затягивается, ну, как у всех открыты окна. И это чувствуется в других квартирах. То есть здесь даже, может быть, и не только вентиляция. Ну, и в свою очередь, вот, говорят противники, говорят о том, что, конечно, это, ну, дополнительная будет нагрузка на полицию, которую нужно будет проверять, непонятно как проверять сам факт курения, устанавливать в квартире. То есть я понимаю, что полиция все равно не сможет вломиться в квартиру к человеку проверить, пахнет у него дымом или нет. Понимаете, чтобы его наказать, его нужно поймать в момент курения. Ну, я курю на кухне. Допустим, я сам не курю, но я курю на кухне. Ну, хорошо, мне позвонили в дверь, пошел, посмотрел, что это полиция там или кто-то. Пошел, потушил сигареты, убрал предметы курения, открыл квартиру. Запах, а, мне надуло. Тут, вы знаете, Олег, ну, нельзя это комментировать, потому что тогда нужно знать все, каким образом вся цепочка дальше будет идти. Не очень серьезно. Я хотел вернуться к тому вопросу первому по аукциону, который я сейчас просто вспомнил, что если человек говорит о том, что там человек умер, у него нет наследников, такие квартиры, как правило, на аукцион не попадают. Такие квартиры уходят в государство, они отходят в государство без всякого аукциона, а государство, как правило, передает ее в самоуправление. Так что вряд ли вы там найдете какие-то сведения. Если квартира уходит за долги, то да, на аукционы. А вот выморочное имущество, как правило, насколько я знаю, уходит именно таким образом. Его принимает на себя государство и, как правило, передает в самоуправление. Самоуправление использует, насколько мне известно, их в качестве социального жилья. То есть получается, что в эту квартиру, скорее всего, заселят людей, которые... Ну, либо в какой-то... находятся в какой-то социальной, в какой-то муниципальной очереди, либо будут использоваться как социальное жилье. Это обычная практика. Это обычная. Там могут быть исключения, но обычная практика именно с выморочными квартирами, в многоквартирных домах обычно так происходит. Ну, то есть обратиться в самоуправление, там, купить, условно говоря, у государства, это уже не получается. Я дальше не буду говорить ничего. В принципе, цепочка такая, поэтому там думать, что если квартир этих собственных умер, то будет какой-то аукцион, ну, скорее всего, очень нет. Еще вот пишут, действительно, такая очень тревожная статистика о том, что на нужды, вот на поддержку пенсионеров, тех людей, вот после 65 лет, у которых проблемы с здоровьем, ну, вот, которые не могут позаботиться сами о себе, в среднем Европе тратится 1,7% от бюджета, а в Латвии только 0,5% от бюджета. И вот статистика говорит о том, что около 39% пенсионеров, сеньоров старше 65 лет испытывают проблемы, вот, с тем, что они, ну, вот, не получают достаточной заботы, достаточного ухода. И также, вот, жалуются на то, что не хватает социальных работников. В принципе, мы видим, что повышение, ну, вот сейчас, вот, энерготарифов, причем это идет по всем, буквально, статьям, приведет к еще большему ухудшению положения пенсионеров. Вот что, ну, каким образом пенсионеры могут выжить, если, ну, не самая банальная помощь детей, там, или родственников, как одинокие люди, или, там, скажем, есть те, которые не могут рассчитывать на эту помощь. Что, куда им обращаться? Ну, обращаться можно, единственное место, куда можно обращаться, это социальные службы. О частных фондах, которые бы оказывали такую поддержку, я не слышал. А только в социальную службу. А если мы говорим об ухудшении положения, ну, всем будет очень плохо, не только пенсионерам. И в некоторых моментах я бы сказал, что пенсионеры находятся в лучшем положении. У них хотя бы минимальный, какой-то маленький, я понимаю, тяжело выжить и так далее, доход, но он у них гарантирован пока что. А есть куча семей, которые вообще лишатся любого дохода. Это первое. Второе, что я вижу в отношении пенсионеров, веское подорожание медицинских услуг. Вот это вот может быть еще очень сильным таким фактором, который будет влиять на пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Потому что из-за всего этого кризиса все-таки ощутимо растут услуги медицины. Особенно если ты идешь, тебе по срочному нужно попасть к какому-нибудь медику, и ты не можешь попасть по, ну, скажем, по государственному квоту. А обычно это так. Если болит условно зуб, то ты можешь записаться к бесплатному врачу через полгода. И вот это вот очень сильно тоже будет влиять на состояние, психологическое состояние, физическое состояние людей пожилого возраста, на мой взгляд. Ну и получается, что тут единственная возможность обращаться в социальные службы и рассчитывать на... Да, в социальные службы, да. Единственное, больше я не знаю, где еще что-то подсказать. Ну, там тоже очень жесткие условия. Не должно быть никакого другого имущества, должно быть имущество в ограниченном объеме, не должно быть накопления на счету и так далее. Там начинается очень много факторов, которые могут повлиять. Будут с вами там разговаривать о присуждении каких-то денег или не будут. Но это уже отдельная тема разговора социальной. Ну да, я просто вот ее затронул именно потому, что сейчас они тоже оказываются вот в таком уязвимом положении в связи с общим ростом. Да, были, но коммуналка, да, коммуналка сейчас растет. Ну, я скажу, растет и будет расти, судя по всему, ну, безжалостно. Сейчас же опять Рига Силтонс объявил о том, что он повысит еще тариф. Я думаю, Рига Силтонс подсуетится тоже к Новому году, еще больше тариф. Латв Энерго, да и поставщики самой электроэнергии тоже, наверное, больше. Ситуация крайне, я считаю, что ситуация крайне тяжелая, она еще далеко не достигла пика. Как, да, вообще это, ну, может, самое такое тяжелое время быть? Конец зимы? Не знаю, мы же не трогаем еще вопрос продовольствия. Продовольствие тоже успевает очень быстро. Трудно очень, мне хотелось бы даже углубляться в эту тему, посмотреть, как вы можете. Я надеюсь, что мы выживем, но... В принципе, это кризис, который, где уже давно социальный кризис грозит, и давно уже государству надо было решаться. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, еще раз напомню, номер WhatsApp, куда можно присылать ваши вопросы. 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. Ну, вот, в прошлый раз мы так очень долго, много говорили о мусоре, действительно, вот, есть ли все-таки надежда на то, что, может быть, новые власти, не знаю, когда вот доберутся до этой проблемы, чтобы решить вопрос с мусорными контейнерами, потому что мы видим, что проблема разделения мусора, она будет очень и очень... Ага, ну, сейчас примем сначала звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему своевременно не вывозятся листва, и особенно негабаритный груз, и хлам, и утварь? Потому что улицы выглядят очень безобразно города. Ну, вывоз мусора, такого мусора, это обязанность управляющей компании, и это надо задавать вопрос им, почему они... Я не видел бы, я не вижу причин, почему он не вывозится, кроме одной, то, что либо не заказан вывоз мусора, либо еще ждут чего-нибудь, там, допустим, с листвой, листвой, можно ожидать еще, что не везде успели убрать всю листву до конца. Несколько раз заказывать, вывозить, тоже денег стоит. А насчет крупногабаритного мусора, ну, вот я не знаю... Его обязаны увозить. Его обязана, управляющая компания должна организовать вывоз. Здесь препятствий каких-либо для вывоза мусора, кроме денег, заказа нет. Закажите, вывезут. От кого должна исходить инициатива? Это, ну, должны все... Это управляющие. Но, чтобы к ним обратиться, нужно собрать, там, какое-то количество голосов, или, может, просто... Нет, это все регламентные работы, которые описаны в нормативных актах. Я не понимаю, почему, допустим, так. У нас, допустим, обычно в домоуправлениях есть день вывоза крупногабаритного мусора, и раз в неделю подъезжают машины и убирают. Почему нет? Ну, трудно сказать. Если это общегородские территории, то, наверное, вопрос к властям городским. Почему? Потому что я тоже... Вот, у меня всегда возникает вопрос. Я каждый день проезжаю через Приворзальную площадь. Почему вдруг на Приворзальной площади всегда переполненные мусорники, и их никто не убирает. Вокруг них. Центр города, лицо города. Грязюка. Это считается как раз общегородской... Да, это как раз-таки... Такое публичное место. Ну, вот, возвращаясь к мусору, вот сама проблема, ведь действительно, когда... Я понимаю, что разделение мусора – это будет уже какая-то константа, к чему мы должны будем идти, и назад не будет никакого хода. Речь идет о том, что действительно людям неудобно, не всегда удобно, если мы начинаем растаскивать эти мусорники по разным местам, выносить этот мусор, чтобы делать какой-то крюк специально, или там... Ну, то есть, вот, почему нельзя сделать это гораздо более удобным, чтобы вот были в микрорайоне такие площадки с несколькими контейнерами, которые не были бы растасканы по углам, а в одном компактном месте всем было бы удобнее? Ну, потому что у нас в микрорайоне состоят нелоскутное одеяло. В принципе, у нас делегирование полномочий какое? Государство поручило заботиться о обработке и обслуживании крупноговорного, бытового мусора самоуправления. Самоуправление возложили это все на жителей и на управляющих компаний. Ну, естественно, что если стоять 4-5 домов в одном углу, и там один обслуживается РНП, другой БАК, и два, трети, там, общий, бедный БАК, четвертый, еще кем-то, то мы никогда не сможем сами между собой договориться о создании единой площади. Ну, не сможем, потому что там сразу возникает вопрос справедливого деления платежей, чистоты вывоза, и это никогда не договориться. Значит, на самом деле, если мы хотим порядка в этом вопросе красоты, порядка и нормальной организации процесса, значит, должен этим заняться кто-то, кто стоит выше этих разных организаций. Значит, это самоуправление, либо лицо, которое науполномочит на одно, на крупный либо район, либо на весь город. Вот тогда можно наводить порядок. Ну, и примем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Говорите. Доброе утро. Вы знаете, вот интересно, сколько лет уже длится эта мусорная эпопея? Года три, наверное, или сколько? Как только появилась Новая Дума. Мне кажется, это мертворожденная идея. Она невыполнима вообще. Выполнима может быть только там, где есть конкретный ответственный за этот мусор. А когда здесь пользуются контейнерами все соседи, то как вы можете ужучить кого-то, кто делает неправильно и портит, значит, поэтому другие, хоть ты там разбей лоб, все равно найдется один, два, три, который испортит какой-то контейнер. И Дума делает разные, значит, там, фантазии свои. И, по-моему, задача у нее только, знаете, по поговорке. Важно кукарекать, а там хоть и не расцветай. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, да. Мне трудно что-либо дополнить. На самом деле проблема надуманная, она во всем надуманная, потому что вся эта реформа, напомню, затевалась еще при старой, предыдущей Думе, но с подачей определенных государственных регулирующих органов с требованием ввести конкуренцию или убрать конкуренцию, я уже не помню. Но что-то там было связано с конкуренцией. Ну, ничего хорошего из этого не получилось. И не получится, пока не будет этот весь процесс отдан в одни руки, причем на очень долгое время. С жесточайшим контролем со стороны властей и на долгое время. Потому что то, о чем мы говорим, помимо всего прочего, требует еще очень крупный капитал вложек, чтобы это привести в порядок. Ох, тут пришел такой, ну, я не знаю, вопрос, комментарий. Значит, государство должно ли предпринимать меры, чтобы население не лишилось собственных квартир в период кризиса или нет? Ну, то есть, вот, речь ведь идет действительно о том, что не только пенсионеры, но вот мы говорим о том, что если вдруг работы лишаются, там, оба члена семьи, и просто вот наступает этот кризис неплатежей, и в результате подают, если в суд, на собственников квартиры, и, в принципе, вот они рискуют лишиться квартиры, что, вот, если это примет массовый характер, вот государство где, с какой стороны здесь обозначено? Да, ну, это уже будет поздно. Если возникнут долговые обязательства, с какой стороны туда может вмешаться государство? Государство должно было уже в полную силу работать в этом направлении, в части регулирования тарифов, в части ограничения рынка, скажем. Грубо говоря, то, что вот я читал, и то, что там многих удивляет экспертов, это то, что в Латвии электроэнергия ТЭЦ производит, она производит на газе купленном, ну, я не знаю, по каким ценам, но продает эту электроэнергию не в Дротве государстве, продает ее на бирже. То есть, на самом деле, получается так, что, возможно, благодаря каким-то контрактам в Латвии имеются запасы дешевого газа, из него производится электроэнергия, и рынок, естественно, требует максимальной прибыли, значит, и продается эта электроэнергия, произведенная из дешевого сырья, относительно дешевого сырья, туда, где она будет получить максимальную цену. Я не знаю, насколько эта схема там, то, что я сейчас излагаю, я читал ее в газете, насколько она там действительно соответствует жизни, но такие вещи, наверное, если мы имеем генерирующие мощности, то, наверное, причем собственником которых является государство в значительной степени, государство, наверное, должно было начать думать, в первую очередь, о своем населении, а не о том, чтобы удовлетворить бизнес потребностей предприятия. Таких моментов очень много. Тоже та же самая минимальная зарплата. Но введение минимальной зарплаты, вроде бы, со стороны политиков, это такой жест невиданной щедрости. Ничего подобного. Только ухудшение ситуации. А откуда деньги взять? Ну, скажем, в нашем домоуправлении в структуре затрат, именно зарплата составляет порядка 90%. От всех затрат, ну, от того продукта, который мы производим, у нас все основано на труде. У нас нет ни механизмов, ни станков, ни производства. Ну и хорошо, но сейчас они поднимают зарплату, значит, автоматически должны, соблюдая законы Латвийской республики, я должен поднять зарплату на 25%. Соответственно, если мы говорим о, скажем, о другом, о других видах бизнеса, то же самое произойдет. Либо ты должен уйти в тень, куда-то спрятаться, либо закрыться, либо ты должен повысить цену. Откуда ты ее возьмешь? У бизнесменов еще хуже. У них же нет моментальной реакции. Ты сегодня поднял зарплату, произвел по дорогой цене продукцию, а у тебя-то оборотные средства состоят из предыдущего объема реализации. Там не было такой зарплаты, значит, у них начинает появляться разрыв, и это очень тяжелые вещи. Поэтому я не знаю, насколько это обосновано, и что от этого повышения минимальной зарплаты останется у людей в кармане. Боюсь, что ничего. Хотели увеличить доходы, надо было повысить не облагаемый мир. Вот вам те же самые 20 с лишним процентов добавки в бюджет малообеспеченных людей. Поэтому это очень сложно. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте. Прошу прощения. Я недавно слышала, день или два назад, по радио, по ЛР4, что наш господин президент, который подписал этот закон про минимальную зарплату, теперь уже как бы слегка, ну, грубо говоря, попятился. Может быть, ему уже объяснили, как следует, что это нехорошо, что это вред и так далее. И он теперь, как говорили по радио, предлагает Сейму там и пересмотреть, и под какими-то, может быть, ну, оговорками, значит, как-то изменить вот этот закон, или вообще убрать его. О минимальной зарплате. Конечно, ерунда. Всего хорошего. Я не знаю, не буду комментировать эту новость. Я знаю так, что если закон принят, то его обратную силу ему включить практически невозможно. Потому что сейчас все уже начинают предпринимать меры на то, чтобы реализовать этот закон. Не знаю, не буду комментировать, ничего не знаю. Действия президента, степень его влияния на это мне тоже непонятно. Так, пришло еще к нам сообщение. Значит, вопрос. Если многоэтажный дом перешел от одной управляющей компании к другой, как забрать накопление на ремонт от старой управляющей компании, передать новый, если это не происходит автоматически? Как доказать, что эти накопления вообще есть, что деньги собирали, а ремонты еще не проводили? Ну, так сразу и не ответим. На самом деле, если при передаче дома от одной управляющей компании к другой управляющей компании, должен быть, а это в том числе, и передан финансовый отчет о средствах, которые передали собственники квартиры, которые управляющая компания, согласно этого отчета, свободные деньги должна передать. Другой вопрос, что деньги, понятие денег немножко растяжимое, допустим, если... Трудно, мне трудно ответить. Сегодня этот механизм не отработал до конца. То есть, дальше там только возможен судебный процесс. Если не будет добровольной передачи, только судебный процесс. Ну, здесь действительно там такая непонятная, может быть, вещь, потому что могли откладывать деньги на какой-то нам большой ремонт, а в результате они зависли. Так. Ну, они завислить не могли, потому что, на самом деле, если все нормально, то управляющая компания ежегодно обязана отчитываться и дает официальную информацию. У вас накопительный фонд, столько-то денег по учету, я подчеркиваю, по учету. Потому что эти деньги физически, они по учету могут существовать, а физически они могут находиться в должниках, допустим, оплачивались за счет этих денег долги жителей. Там разные вещи могут быть, но на самом деле такой ситуации не должно быть. Если она возникает, то это либо этих накоплений нет, это либо это криминал. Так. Ну, тут спрашивают, если этот финансовый отчет... Так. А если этот финансовый отчет при переходе дома от одной управляющей компании к другой управляющей компании не показывают старшему дома, как востребовать этот финансовый отчет? Ну, вы вас должны ознакомить с ним. Писненно запросили, запросите, и вас ознакомят. Это первое. Вторая хорошая информация это то, что с февраля следующего года все сведения о накопительном фонде должны храниться в государственной информационной системе, так называемой БИС, это БУНИЦИБСИ информативной системы. И любой собственник может зайти в свой дом, авторизироваться и посмотреть, какие накопления, какие ремонтные работы сделаны, какие документы предоставлены. То есть, это все должно храниться там. Следите за... А с какого времени это? Обязательно звать с февраля месяца, с 1 мая до следующего года, но многие уже в доме управления начали это уже сегодня практиковать. То есть, туда можно зайти после 18 ноября, насколько я понимаю, и любой собственник будет привязан к своему дому, сможет туда зайти, посмотреть. и голосование в той среде можно устроить. То есть, это переходит постепенно на государственные информационные ресурсы. Ну что же, спасибо большое. Время нашей программы завершилось. Напомню, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорг отвечал сегодня на ваши вопросы в программе «Добро пожаловаться». Огромное спасибо за внимание и до следующего понедельника. Всего доброго. Всего доброго.